Привет! Нападающий от Тавы Егор Соколов забросил свою первую шайбу в НХЛ. Для этого ему понадобилось 11 матчей. Правда, за два сезона. Оттава, кстати, переиграла там по 7-4, но это никого не волнует. Вратарь Игорь Шестеркин установил личный рекорд по победам за один чемпионат. Он уже 37 раз выходил победителем в матчах НХЛ в этом сезоне. Вот бы его в СКА. Правда, там пока справляются. СКА сравнял счет в серии против ЦСКА, победив в Москве со счетом 3-1. Причем это было сделано после того, как из состава был выведен Никита Гусев, а Жафяров просто отправлен в запас. Максимально упростив игру, питерцы неожиданно выглядели сильнее соперника. Кажется, что здесь все сильно затянется. Я бы сказал, это такая супер серия, да, больше. И я думаю, что мы, обе команды, мы играем очень близко, если не даже лучше, чем в НХЛ. Это мое честное мнение. Я много смотрю игр, и я думаю, что коллеги с этим согласятся. Здесь очень высокий уровень хоккея. И ребята, которые не держат такой темп, уровень, борьбу. То есть те ребята, которые держат, они играют на очень высоком уровне. Обе команды очень сильные. И это хоккей уровня НХЛ. В этом сегменте и коллег был задействован. Сыграл больше двух минут. То есть наши защитники 3-4 ходки сделали в оборону. К сожалению, наши два ведущих звена не смогли вывести шайбу за пределы не то, что дальней синей линии в зону соперника. Даже за красную линию у нас были определенные проблемы. Нападающий Александр Овечкин получил травму и пропустил очередную игру чемпионата НХЛ. О рекорде придется пока забыть. Ждем следующий чемпионат. Тем более Вашингтон вне плей-офф. Главный тренер трактора Анвар Гатятуллин получил звание заслуженный тренер России. Своих первых успехов специалист добился в молодежке. Кстати, в НХЛ определились финалисты Кубка Харламова. За Кубок Харламова в серии из четырех побед сыграют Омские Ястребы и Чайка из Нижнего Новгорода. Это сенсация. Впервые за 12 лет в решающем противостоянии только команды Восточной конференции. И оба коллектива сотворили сенсацию. Нижегородцы обыграли Луока из Ярославля, который шел за Кубком и не скрывал этого. А мячи оказались сильнее питерского СКА-1946, где выступают мастера высокого уровня. При этом Чайка вообще не отдала ни одного матча сопернику, а команда Виталия Черночуба едва не вернулась домой на решающую встречу. Но Ястребы успели сравнять счет за 13 секунд до сирены, а Халадиллин поразил ворота в Авертайме. Теперь сибиряки начнут серию дома, а первая игра состоится 15 апреля. В Салават Юлаеве заявили, что задержка по зарплате, которая скоро достигнет двух месяцев, носит лишь технический характер и скоро все отдадут. Мы в это верим. Правда, останутся ли деньги на трансферы? И последнее. Защитник ЦСКА Артем Сердеев получил матч-штраф за нарушение на Никите Камалове. Защитника СКА увели в раздевалку под руки. Казалось, что это конец карьеры, но через несколько минут он вернулся. Это очень плохая тенденция. До свидания. Я не смотрел видео, но если дали, то, наверное, попал. Просто человек выходит играть после такой тяжелой травмы. Не знаю. Молодец, герой, значит. Я хочу сказать всех с победой. На самом деле победа многих людей, не только нас, то в Омске, то в других городах. Ваших родителей, ребят. Всех наших близких, кто нас болели, переживали. Я не знаю. Вы просто, ну, монстры. Всех с победой, молодцы!